всех приветствую в общем сегодняшняя тема видео я покажу три боя будет примерно продолжением одного из прошлых видео которые создал недавно что в том бою противники решили выйти в ферму ну и соответственно у меня были кречеты как бы армия была не куча но все-таки кречеты вот противника напал на меня имеет слишком много пехоты с обоих сторон слишком мало тайфунов ну и в принципе и армии его было не очень мобильный в принципе эта карта хорошая в море должны выходить синие красный игрок ну по понятным причинам потому что здесь больше ящичков вот и с этой стороны конечно побыстрее будет добраться до оппонента вот соответственно противники в том бою построили довольно таки большую базу ферму и попытались за счет фермы выиграть оппонента понятное дело когда у тебя прокачка не очень хорошая ну да может быть кое-какие юниты даже допустим те же зевсов ловы но надо играть аккуратненько потому что помимо зевсов есть масса других вещей которые противник может сделать те же кречеты или не знаю там лова пехота лот и так далее и тому подобное то есть чем дольше вы играете тем больше шансов что противник будет использовать это необычный тактик и у вас будут пробел кстати смотрим мой напарник взял море я море не брал но при этом у меня как бы уже третий штаб почему так происходит потому что неправильно укладываются ресурсы сначала надо построить хотя бы что три центра снабжения до сначала построить хотя бы три центра снабжения только после этого да вы потеряете один ящик два ящика но при этом но при этом у вас будет достаточно хорошая экономика соответственно ваши центры снабжения дают больше чем вы бы даже получили на море даже если вы получите все потому что пока вы придете до этого ящика когда до этого придете придется до минуты две две минуты это ресурсов ну 400 будет ну 350 достаточно много не на всех морских картах так много ресурсов есть вот ну и банально вы по-любому тратите все таки на верфи а я например на нее не трачу итак ко мне пришло шесть штурмовиков ничего не сделала на вышка справилась далее противник отправил целый толпу штурмовиков в принципе неплохо для пятой минуты мне кажется что он уже мог бы заметить что подозрительно что у меня пробивал одну казарму он думал он понял что она достаточно жесткая а вот здесь конечно надо бить строй двор надо бить вышки это кстати казарма строится она дешевле чем вышка одну вышку не получилось построить но зато построилась казарма казарма строится кстати быстро вот кстати толку от этой казармы наверно мало пожалуй надо было уничтожать армию и как-то помогать себе не знаю до заказом потому что просто пехота не уничтожит здания тем более если они крепкие уже изначально тактика не очень хорошая более того если вы плохо собрали ящики ну да я согласен что надо рашить скорее всего пока противник непонятно что делать но если хорошо собрал ящики вполне возможно что это сильный оппонент тем более когда вы видите что он собрал ящики он допустим на синем устье хотя наши оппоненты тоже на синих вот давайте ускоримся вот у меня армия не какущая я вижу здесь оппонента кстати достаточно много у меня стрелков но я понимаю что идти на такую большую пачку штурмовиков нельзя потому что они должны быть прокачаны здесь три молота всего лишь и что делать с тремя молотами тоже непонятно 830 можно было сделать покрепче вот здесь как бы 3 молота но они никак вот еще синий игрок спрашивает почему так жесткой аэродром потому что во первых напарник его качал а во вторых три молота здрасте не смогут уничтожить быстро здание я тем временем коплю армия вот и здесь и продемонстрирую почему надо играть прямыми руками не так как я вот я здесь нападу на оппонента но при этом у меня не будет достаточно хорошая армия потопа опа вот здесь было несколько снайперов пара стрелков я почему-то решил остановиться идти это неправильно безусловно против них легко все продавит нет у меня практической массы чтобы уничтожать этих пехот птинцев а пехота здесь не падает поэтому ребята никогда не пытайтесь играть оппонента по его правилам надо всегда давить более слабого всегда биться таким образом чтобы не знаю напасть фланг или еще как-то или напасть какими-то юнитами неожиданно а лучше всего напасть двое на одного это увеличит ваши шансы на победу а если вы будете играть один на один только федерация принципе всегда будет жестче вот здесь эти дела ошибка потому что здесь много молотов и решил что наверно надо поставить минки кстати минки так поставить здесь я бы отдал вот этот завод но хотя бы поставил блинки так бронники частично были спасены на одну милку встали на вторую милку встали что-то не фокусится урон в принципе пробили то есть пять центров снабжение два завода три казармы меня обеспечивает всем чем на плюс я могу построить здесь еще одну вышку здесь еще одну казарма чтобы урон оппонент распределялся не очень хорошо и он мне по любому не продает без помощи синего игрока так сделать не получится так что я не советую удобной ситуации лезть базу оппонента он до заказа постройкой бункера выше он отобьется либо как-то менять тактику либо там добавить град что-нибудь такое веселенькое так тем не менее броников меня немного анти пехоты нет вообще и смотрите естественно мои броники падают хотя я пытаюсь как-то разменяться более-менее нормально но на самом деле неплохо строим снайперов сейчас уже стрелки нужны чисто чтобы набрать массу есть густеть не будем в принципе вот наш оппонент 3 центра снабжения мне синий игрок я синий вазерка знаю вот сказал что долгое время зеленый трех центра на двух центрах но безусловно третий центр снабжения себя купить почти сразу он не требует много электроэнергии то есть вам не нужно строить дополнительные электростанции вот так что блин как угодно вы будете рашить но все равно надо использовать здесь уже как бы ничего интересного просто продавливаем оппонента без каких-либо усилий вместо этого надо было какой-то эти бабушки делать еще так ну я остановил армию принципе много гренадёров вот напарник мне еще кому кричит молодец там был с этим многому это штук 10-12 но здесь как бы не составит труда оппонента продавить разведочка пехоту сюда достаточно далеко кстати находимся от бункера потихоньку укусаем как я совсем легко продавливаю вот спокойно снайперам могут стрелять но идем вперед большое количество гренадёров естественно когда противник более-менее продавлен есть пару снайперов я уже отстроил большое количество гренов и броников потому что я уже понимаю что там вряд ли будет пехота там будет только деньги ну и все противник продавлен вообще смысл этого боя в том что старайтесь сделать более департную тактику на этой карте например я бы играл бы с помощью вертекса потому что по наземкой и но сложно или хотя бы помощь эллигаторов и как атака давайте перейдем к второму потом к третьему одна из ненавистных у меня карт играем против двух вроде бы крепких игроков вроде бы клан люцифер был хороший в общем я обоих игроков знаю но если честно не очень помню он один из них предлагал мне тренировку мне это было неинтересно но я не играю тренировки я же не буду всю жизнь только в игре торчать поэтому стараюсь по минимуму играть в бою пару боев в режиме 2 на 2 вот вижу здесь красный буст кстати не знаю был ли золотой буст или красный может и был золотой буст но мне это не понравилось вот и мне кстати не понравилось как играли наши оппоненты как-то слабенько я бы на их месте играл по-другому прошлом бою оба оппонента не у них слабая прокачка вот но они решили играть так как играют ребята с крепкой прокачки то есть вроде бы хорошо вроде бы не очень не хватило здесь тоже самое если вы используете бусты то ребята но используйте их до конца то есть не надо страдать фигмой даже разведочка пошла пару красных буду использовать для того чтобы выйти как можно быстрее в ягуар так мой напарник берет море два центра снабжения у меня пять центра снабжений разведали но принципе обычно так опытные игроки делают строятся подальше от моря но второй игрок обязательно должен быть и море ну или не знаю ли какую-то авиацию что было прикрытие вот хотя аллигатор не очень хорошо поддается ударом с воздуха в отличие от викинга то с другой стороны убить посейдон на авиации ну почти нереально тогда как барракуда не составит труда уничтожить в принципе также я собираюсь выходить в дикавр раз нужно много ресурсов впритык будем играть двери казармы я понимаю что третья казарма мне не нужна вот поэтому чтобы иметь впритык электроэнергии вот сколько я буду использовать две казармы потому что если была бы еще одна казарма я бы не смог улучшить вот это в общем она проставила просто так говорю напарника чтобы он делал обороны мины какие-то и выходил в аллигатор ну в аллигатор конечно напарник выйдет но давайте ускорим вот проблема в том что на этой карте надо играть определенным способом вот у зеленого игрока непонятно что здесь творится какие-то бункера крепости но зачем если ты используешь крепость идти сразу в адаку но не позже там восьмой минуте и я вообще решил что они оба будут меня продавливать с этой стороны поэтому мне было страшновато на них напасть но они почему-то не нападали так расстановочка ставим ягуар подальше здесь большое количество штурмовиков это что значит это значит что скорее всего противник строит молоты а если противник точнее не молот а вертекс а если противник вышел в молот это нафига ему надо было отправлять кучу пехоты я подумал что здесь будет вертекс но нападать не хочется серьезно да я понимаю что дикобразов половата но вот коплю еще дикобразы пехоту я свою в принципе слил но ее не так уж и много было ставлю мины потому что но боюсь что здесь будет противник кстати здесь голда молодцы молодцы не люблю когда противники бустят сейчас мы увидим дальность атаки бункера посмотрим есть голда или нет да там было голда и может красный может принципе я не помню это было 10 минут противник идет продавливать я тоже иду продавливать не очень хорошо разложил кстати ягуар не знаю по-другому чтобы здесь был хороший проход но неважно дикие конечно идут вперед вот опять голда и я не спешу с атакой потому что но я реально боюсь что там вот большое количество юнитов ну в общем вот почему я не спешу с атакой потому что противник прячется в принципе правильное решение то есть противники не раки но странную тактику выбрали серьезно точнее странную стратегию я считаю что им надо было пройти обоим на эту позицию и атаковать вместе а зеленому игроку не знаю но перекрыться наверное здесь тремя букерами а вот дальше уже до армия зеленого будет постепенно пытаяла вот делать здесь до заказа не знаю чего-нибудь противного ну не знаю может кренадера тяжелых штурмовиков но их правда нужно еще качать ягуары тают в принципе вперед идет дикообраз что-то должно танковать пожертвовать дикообразом да он дорогой но в принципе я понимаю что вроде бы здесь вертокса нет но идем дэйди банальнейшая ситуация но берется вот здесь уже и зеленый игрок только что тяжелый штурмовик непонятно что вообще сделать так часть армии убита но в принципе 58 кого учитывает заказ нормальный даже я построил электростанцию еще пехоту чтобы продавливать так стрелки они нам помогут кстати не очень хорошо прокачан ну может быть по рангу но мне кажется он должен доставать ловый но в принципе все противник продавлен дальше уже не будет ничего интересного монопарник строил здесь либо трос для контракта но ты спрашивал напарку что нафига надо будет ладно из этого боя мы выходим кстати здесь протупил терял армию смотрите блин держаться не держаться да ладно пробью его и так ну вертекс отбился ладно его из этого боя мы выходим здесь уже готовится либо трос покажу следующий хотя он пока он показывает скажу ошибки вот смотрите сколько здесь у меня их 5 центра снабжения в принципе правильно потому что карта опасная могут быть молоды у противника здесь 6 7 8 но нафига 8 центра снабжения для чего для того чтобы остаться одному ну либо ты сразу выбор что большое количество центра снабжения вертексы либо ты помогаешь не знаю крепостью сумму напарнику строишь какие-то букера но это бред какой-то еще и ракетки непонятно зачем стоят ерунда все и покажу 3 молот принципе хороший в поздней игре даже без поддержки ограда или щита или без огнеметчика нужно понимать что лучше всего как можно раньше выйти в 3 уровень штаба не строит бункеров вообще построить просто побольше пехотинцев вот их экономить сильно сильно экономит после того как вы построили 3 3 уровень штаба у вас есть два варианта все здесь собираем у вас есть два варианта либо вы входите следующий уровень штаба я собираюсь создать ящики вот здесь ящики вот здесь особенно парнику скажу забрать вот здесь так вот либо вы выходите в следующий уровень штаба либо то есть как можно раньше 3 завод ставьте и можете использовать либо два завода молота при этом у вас будет чуть чуть позже штаб либо более экономно сделать поменьше пехоты но соответственно у вас меньше пехоты быстрее вы выходите в 3 уровень штаба но у вас будет там место штурмовиков крепости тоже вариант в принципе крепости они довольно таки жесткие но их конечно нужно качать я уже думал что здесь ничего нет здесь еще ящик есть крепость она классная вещь у нее 50 линей брони где-то на рамке 13 но и не нужно забывать что там где-то 2500 хп то есть она по броне она более жестко чем броника вот броника будет сложнее уничтожить крепость чем молот это важно вот плюс крепости очень жестко палят гренатеров прямо вообще их не чувствует особенно если их много я говорю своему напарнику в этом бою чтобы он строил вышку и мы оба будем идти в вертушке этот бой о том что надо никогда не надо задаваться нас противники знают знают что мы не будем галдить будем играть отдельно аккуратно и может быть даже позволим оппонентом у нас на пасть потому что мы знакомы и вообще хочу сказать что мне лично голда не нравится на против меня колтят я опечален и голжет даже если там пока один был буст разведки я все равно использую красные бусты потому что нифиг против меня голдить и вам советуют подписчики и друзья моего канала если у вас есть возможность и вы в принципе друг друга знаете видите друг друга в чате давайте попробуем разговаривать общаться с друг другом вот соответственно не будем кладить против у меня есть договор с одним игроком но принципе можно сделать еще пару договоров почему бы нет ну и так же если я узнаю своих подписчиков но я безусловно стараюсь не использовать голду вот вы видели и бой против расула против одного из игроков был синий вот и я против него и не использую бусты я знаю его прокачку она в принципе хорошая если я не выйду в ягуару в принципе у нас силы равны но не буду использовать золотые бусты против подписчиков ну как-то неприятно это даже если там ранги будет там даже 15 если прямо знаю своих подписчиков есть мы согласовались строить вертолетики то есть выполнить контракт мне кажется что если попробовал противник то может быть он даже бы пробил нас потому что как бы у нас база пустая и играть столько вертолетиками красного игрока против молотов конечно не вариант но противник решил сдаться ну не знаю зачем атаковать пехот и построил пару вышек и все в принципе уже игрок не пробит ну и кстати всегда строите вышки сзади ладно надеюсь эти видео были вам информативно старайтесь играть таким образом как требует ваш напарник то есть если он слабенький не выходите ферму простите помощи наоборот помогаете ему старайтесь вообще не играть слишком долго если у вас не слишком хорошая прокачка вот и если карта неудобная возможно надо либо закончить бой как можно быстрее либо выходить все таки в авиацию флот как бы сомнительная вещь это слишком дорого для малого ранга а вот авиация в принципе вещь неплохая даже если вертекс не полностью прокачан более менее хороший вертекс справиться но нужно понимать что вертекс нельзя палить то есть вы должны в тренировочной комнате научиться выходить как можно быстрее вертекс и при этом стараться но не показывать оппоненту вертекс если вы делаете две пачки вертексов то есть 4 плюс 4 то вы сможете продавить одного из оппонентов а вот а если нет не сможете то надо все равно нападать как можно раньше что противник увидел там мы не знаю может быть фулт кого второго штаба или там почти фулка о третьего штаба чтобы вертексы там уничтожили какие-то основные цели пусть будут там вышки и еще что-то или там подобное ладно ну что ж подписывайтесь всем пока